ЗВОНОК В ДВЕРЬ В новом здании есть библиотека, а также большой актовый зал на 200 мест. Помимо концертов здесь уже начали работать различные кружки. Появился Дом культуры благодаря одной из 30 республиканских президентских программ «Сельские клубы». На его строительство из республиканского бюджета было выделено около 11 миллионов рублей. В 24-м лице интернате полным ходом идет капитальный ремонт. Заменены двери, окна, инженерно-технические коммуникации. Отремонтирована кровля. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. За это время накопилось много проблем, устранить которые помогла республиканская программа. Сколько еще образовательных учреждений отремонтируют? По этой программе мы расскажем в 18.30. В Нижнекамске задержана группа молодых людей, совершивших несколько краж в гаражах. Эти автомобильные колеса, электроинструменты и даже лодочный мотор были изъяты у них в ходе обыска. Во всех случаях злоумышленники проникали в гаражи, взламывая замки. Преступная жизнь молодых людей продолжалась недолго. Задержано трое нижнекамцев. Известно, что двое из них совмещали обворовывание гаражей с работой в такси. В одном из нижнекамских антикафе прошел открытый турнир по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Несмотря на время отпусков, знатоков собралось немало. Как все прошло и какой приз был самым главным, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. В ближайшие сутки в Нижнекамске возможна гроза с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает гидромедцентр республики. Нижнекамка сбила двух детей и мать, стоявших на тротуаре. Подробности страшного ДТП мы расскажем в следующих выпусках. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-1313. Также сообщения мы принимаем на сайте ntrtv.ru. До встречи.